Дамы и господа, в эфире Маунт-шоу с Даниэлем Кайгермазовым. Добрый вечер, в эфире Маунт-шоу, я его ведущий Даниэль Кайгермазов. Почему Маунт-шоу? Да, потому что нам с горы виднее. Итак, прежде чем начать, повторюсь для новичков-подписчиков. Мы, в отличие от пропагандистов, как наших, так и зарубежных, троллим всех политиков без исключения. Как наших, так и зарубежных. А как вы знаете, контужных политиков во всем мире на 100-500 лет выпусков нашего Маунт-шоу при Подстенном. Итак, поехали. Триатлониста из Канады Тайлера Миславчука и Екатерину Шабалину из Казахстана вырвала после олимпийского заплыва по реке Сена на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщает газета Daily Mail. Незадолго до начала Олимпийских игр в реке обнаружили запредельный уровень концентрации кишечной палочки и других бактерий. Но организаторов это не остановило и заплыв состоялся. Тайлер Миславчук рассказал, что его рвало аж 10 раз. Да отличная олимпиада! Чего вы, сто лет так не ржал? Хлебнули дерьма на работе, что называется. Надеюсь, все смыли обратно в сену? Чего добру пропадать-то? А то еще очистится река. Говорят, там до сих пор плавает говно королей. Фото, как из типичного мухосранского выпускного. Походу, это игры на выживание. Фраза «Увидеть Париж и умереть» заиграла новыми красками. Вы блевали в Париже? Ты хотел сказать «бывали»? Нет, не хотел. Кстати, победу в женском триатлоне одержала француженка Кассандра Багран. У победительницы, видимо, уже был выработан иммунитет. Она в этой канализации чувствовала себя, как рыба в говне. То есть в ванне. Мэр Парижа и Эммануэль Макрон пытаются убедить спортсменов, что сено безопасно. Думаю, у сборной Индии было неоспоримое преимущество. После реки Ганг, думаю, им эта сена все равно, что прохладный боржом поутру. Нет, возможно, спортсменов тошнило от перенапряжения. Это все-таки крайне тяжелый вид соревнований. Единственное, с чем действительно можно согласиться, так это, имея чистые водоемы на окраинах Парижа, они все-таки запихнули живых людей в говеную реку. Вот это реально позор. По канализации плыть нужно нехилый желудок иметь, чтобы не иметь последствий. Ну или нужно быть хотя бы говном. Россиянок призвали больше рожать из-за нехватки электриков. Идею подал гендиректор капремонта Свердловской области Станислав Суханов. Семьям нужно иметь как минимум трех детей из-за кадрового дефицита. Электриков в регионе можно по пальцам пересчитать, их просто не хватает, заявил Суханов. А я думал, что это связано с зарплатой. Электрикам давать надо больше. В смысле, зарплату. Да, что ни день, новость одна лучше другой. А в нашей стране есть хоть какие-то проблемы, которые решаются не деторождением? Надо закон внести по электророждению, а то бардак какой-то, рожают непонятно кого. Кого ждете, мальчика или девочку? Электрика, ебки! Я, конечно, не эксперт, но как это вообще родить электрика? Профессия передается половым путем. Как это работает? Стоит ли этим заниматься в трансформаторной будке? Беременеть надо от электрика под напряжением? И главное, чтобы баба не сопротивлялась. В каком смысле? В прямом и переносном. Электрики размножаются коротким замыканием, нет? Кто-нибудь скажите ему, что электриками не рождаются, электриками становятся и иногда умирают, если руки не из того места растут. Электриков может и не хватает, зато вот таких слабоумных в пиджаках излишек налицо. А сам-то он электрика родить не хочет? Он своих электриков об занавеску вытирает, если просечет, что зачал не депутата. В стране нужны электрики, а на свет вылазят депутаты. Ну я тоже по возможности хочу депутата или министра родить. Простым смертным нельзя, только электриков. Тогда пусть пожизненно помогают родившим электриков. Помогут, будут бесплатно выдавать синюю изоленту. А почему на фото токарь? И в самом деле, возможно, наш редактор просто не знает, как выглядит электрик. Их ведь давно не рожали. Искал в интернете, сколько у этого Суханова детей и кто они. Не нашел. Я даже искать не собираюсь. Нужны электрики, пусть возьмет безработных в Госдуме. И вообще, с электриками в стране проблем нет. Судя по объявлениям на Авито, электриков у нас хватает. Просто они уважают свой труд, работают на себя и не стремятся во всякие там ЖКХ за копейки пахать. Проблемы с кадрами не у россиян, а у жадных менеджеров и политиков у руля. Рабов за хлеб работать кот насрал. Вот и бесится. Дальше. Друзья, тут на днях наш подписчик подарил мне потрясающий набор шахмат. Ну и что, спросите вы, а шахматы-то не простые, а политические. 32 фигурки из искусственной слоновой кости с довольно точно выгравированными изображениями мировых лидеров и политиков. Подписчик явно знал, что дарить пухлому диктатору, ведущему политического шоу. Фигурки сделаны очень качественно. Вот Путин, царь, просто царь. Вот Макрон, Макрон лошадь, насрал на стену. Не просто так ходит буквой Г. А вот Медведев ходит по диагонали, как будто только что уничтожил Финляндию. А вот Байдена уже успели отправить в отставку. Просто фигурка слишком часто падала и спотыкалась. И зачастую оказывалась на том месте. И пожимала руку павшей пешке. Лукашенко, будьте осторожны, ходит только тогда, когда ему переведешь транш бабла. А вот Кадыров, он в роли пехотинца, но иногда, если захочет, может ходить по доске, как хочет. Фигурка Трампа. Его завалить очень сложно, но умелые шахматисты справятся с этой задачей лучше, чем тот снайпер. В общем, друзья, чем устраивать политический срач на кухне с другом? Лучше сыграйте с ними в политические шахматы. Шикарный подарок. Всегда мечтал о чем-то таком. А вообще, если включить фантазию, можно даже устроить политический кукольный театр. Хочу поблагодарить ребят за этот красивый подарок. Спасибо, мне очень приятно. Кто хочет себе такой же комплект, или кто ломает голову, что подарить другу на день рождения, или на любой другой праздник, не сомневайтесь. Это будет очень оригинально и необычно. Вы точно обрадуете себя или своих близких таким замечательным подарком. Ссылка на комплект политических шахмат в описании. Ну, а мы продолжаем дальше. Снуп-дог прошел часть эстафеты с олимпийским огнем в пригороде Парижа Сен-Дени. Гордо понес большой олимпийский косяк. Ну, правильно. Торч по-английски переводится как факел. На самом деле, вот если без шуток, Снуп-дог внезапно оказался самым светлым пятном на этом шабаше безумия во время открытия. Так он же не француз. Почему он нес факел? Ну, не знаю, но то, что он там был, это косяк организаторов. А это вообще сборная Франции по футболу. И что ты после этого хочешь сказать, что Снуп-дог не похож на француза? Интересно, когда Снуп-дог осознал, что это не приход, а все наяву происходит? Кстати, раз пошла такая пьянка, то закрыть олимпиаду можно доверить Паше технику. Он просто насыт на огонь. Думаю, французам понравится, судя по тому, как началось открытие олимпиады. Дальше. Новости импортозамещения. В России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги, пишет ТАСС. Втулка растворяется за 7 секунд даже в жесткой воде, утверждает производитель. Ну, наконец-то. Теперь колбаса из бумаги будет вкуснее и тает во рту. Будущее наступило, потихоньку слезаем с нефтяной иглы. Теперь точно налицо просто все признаки сверхдержавы. Конец западной гегемонии. Это, несомненно, прорыв в наших толчках. Первый шаг к производству собственных микропроцессоров сделан. Эй, релаканты, смело можете возвращаться домой. Да, не так я, конечно, себе представлял технологический суверенитет и выполнение майских указов Путина по импортозамещению. Но что имеем, то имеем. Тоже неплохо, на самом деле. Нобелевка по химии не иначе. Похоже, за основу взяли технологию асфальта, растворяющегося в воде по весне. Я все же надеялся, что как можно скорее импортозаместят пассажирские самолеты. Да иди ты. Бумага – дело ответственное. В туалет мы ходим чаще, чем на самолетах летаем. Предлагаю сделать втулку еще и съедобной. Все равно рано или поздно само смоется в унитаз. Вот ядросля, видите, как получается, приняла страну с космической станции «Мир», а ставит со вспомнимаемой втулкой от туалетной бумаги. Никакие советские галоши не сравнятся с этим достижением. Дальше. Друзья, похоже, темные времена настают для Ютуба. Пишите в комментах, как у вас получается обходить замедление, помимо как врубить ВПН. Дорогие мои, мы с вами вместе прошли слишком долгий путь, почти 10 лет, не для того, чтобы вот так вот взять и потеряться. Пока не поздно. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Мауншоу» и «Дзен-канал». Если ситуация усугубится, то придется рассмотреть и другие площадки. Но сейчас ваша поддержка в телеграм- и «Дзен-каналах» для нас важна как никогда. Подпишитесь, пожалуйста. Это большая польза как для нас, так и для вас. Там будут дублироваться новые выпуски. Также там публикуются важные и актуальные новости. Тем более стараемся быть первее всех. Ну вот смотрите, повторюсь, вы ведь, дорогие мои, все равно читаете новости то там, то сям, из разных источников. Так читайте их у нас, причем с юмором и сатирой. И самое главное, все в одном месте. Также «Дзен» приносит нам хоть какую-то монетизацию. А в телеге, чем больше подписчиков, тем больше есть вероятность, что у нас возьмут рекламный пост. Хорошо же. Я радуюсь каждому новому подписчику в телеге и «Дзен». Ссылки в описании. Будем очень рады. Я лично буду очень рад и благодарен вам. Давайте не терять друг друга. Продолжаем дальше. На Олимпиаде состоялся необычный поединок по дзюдо. На командном турнире по дзюдо Южная Корея против Теда Риннера весом более 140 килограммов и ростом 204 сантиметра выставила 175-сантиметрового Ли Йон Хвана, который весит 80 килограмм. Француз признался, что даже его такой ход удивил. Такой матч возможен только в командной части турнира по дзюдо. Для справки. Впрочем, подобной разницы между оппонентами не было никогда. Сборная Южной Кореи, видимо, решила, что чем больше шкаф, тем громче падает. Но на татаме скрипела только табуретка. Когда остался с младшим братом дома один на один. После этого боя кореец смело может участвовать в Паралимпиаде. Я не знаю, дали бы ему хотя бы копье, что ли. Легендарного Тедди Риннера даже жалко стало. Он пытался выиграть бой, не переломав корейцу все кости. Та еще задачка, кстати. Бой выглядел так, словно КамАЗ Аку вмазал на светофорный столб. Я бы на месте корейца притворился бы дохлым, как апостом при виде опасности. Дальше. В Совете Федерации осудили качков. По словам сенатора Ольги Коветиди, мужчины, которые следят за собой и ходят в фитнес-клубы, не соответствуют традиционным ценностям. «Мужчины должны работать, приносить деньги в семью, а наши мужчины где сегодня? Они в спортивных залах!» – посетовала чиновница. Для России очень важно сохранить традиционный институт семьи, где у каждого своя роль считает Коветиди. Да-да, совсем охренели эти спортсмены. Во дворах уже нормальных алкашей не осталось. Сегодня ты качаешь пресс, а завтра к пидорам интерес. Да-да. По ее словам, от российского мужика должно пахнуть перегаром, табаком и пердежом. И выглядеть он должен чуть симпатичнее обезьяны. Следить за здоровьем в ее понимании, видимо, не патриотично. Надо быть похожим на немытую гориллу, чтобы случайно и на агента не приняли. «Даешь скуфизацию всей России!» Государственная программа «Скуфа в каждый дом!» А вот темнейший в интервью сказал, что выделяет время на тренировки почти каждый день. Это пердит и, похоже, не совсем соображает, на кого свою пасть раскрыла. Ее что, тренер по фитнесу бросил? У нее, кстати, муж – боксер. Ну, по форме ее нос – это заметно. Видимо, она ему по пьяни такое брякнула, вот и получила. А что это она в Совете Федерации, а не на кухне? Согласно традиционным ценностям, она должна дома борщ варить. Да и деньги, кстати, в семью мешают приносить как раз вот такие сенаторы и депутаты. Мне тогда кажется, что они там специально притворяются дебилоидами, чтобы в случае чего попасть в психушку, а не в тюрьму. Дальше. Олимпийский комитет принял решение исключить известную трансгендерную спортсменку Лию Томас из женских плавательных соревнований на Олимпиаде, не указав при этом причины. Ну, причина есть, и она у всех на виду. Да и хрен с ней. Так в том-то и дело. Не думаю, что у нее грудь неудачно сползла. Это Лия своего Томаса даже не скрывает. Ей бы с такими данными на ипподроме бегать. А может это просто мужик, пытающийся выдать себя за бабу? Да ладно! Не может этого быть! А я думал, это ярко выраженная паховая грыжа по здоровью не проходит. Бубенцы большеваты даже для соревнований с женщинами, подумали в Олимпийском комитете. Допинг в виде грибного винта между ног превысил нормативы. Ей бы с таким килем еще бы парус приделать. И можно смело соревноваться в парусной регате. Фото, конечно, больше похоже на фотошоп. Но от этого Лия не перестает быть Томасом. В смысле мужиком. Дальше. Дорогие мои друзья, все сложнее становится работать на площадке YouTube. Но от этого мы стараемся только сильнее. Нас не остановить, пока вы с нами. Мало того, что YouTube палки в колеса ставит, отключая монетизацию, так теперь еще и наши благодетели подключились с замедлением. Зашибись, конечно, асимметричный ответ. Как всегда, прилетело по простым пользователям. И по нашему каналу тоже. Но мы пока тут и сворачивать не собираемся. Но и без вашей поддержки, особенно сейчас, мы не можем нормально функционировать. Дорогие мои, время от времени я вынужден обращаться к вам за помощью. А больше и некому. Только благодаря вам живет Мауншоу. Да и я в последнее время со своими походами в медучреждения. Спасибо вам, дорогие мои. Спасибо за поддержку. Огромное спасибо и тем, кто помогает нам через PayPal. Кто-то пишет, извини, что так мало, только 5-10 евро отправил. Но для нас и это большая поддержка, друзья. Дорогие мои, ваши пожертвования – это показатель, что я все еще полезен. Это греет душу. Спасибо. Поверьте, даже 10 рублей – это мощнейшая поддержка. Кто хочет помочь мне и проекту Мауншоу, вот наши реквизиты, если что. Спасибо. Продолжаем дальше. Бездетные россияне должны платить по 20-30 тысяч рублей в качестве налога, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. Это просто вопрос выравнивания жизни граждан, исходя из их вклада в нашу страну, в наших граждан, заявил Федоров. Я согласен с Бастрыкиным. По какому вопросу? Я просто согласен с ним. Да, у них там совсем колодки стерлись, летят без тормозов. Мне иногда кажется, что депутаты получают высокую зарплату, как надбавку на инвалидность. Его вообще возят в дурку на проверку? Так он оттуда днями и ночами не выходит, кнопки нажимает. Говорю же, пациент Бастрыкина. Отличный план. У людей нет денег за водителей, а давайте заберем у них еще денег, чтобы они заводили детей. 20-30 тысяч – это у кого-то зарплата. Надо тогда еще налог на маленькую зарплату ввести. Налог на пешехода за то, что не ездит на машине. И налог на автовладельца за то, что не ходит. Лысым налог выписать за то, что экономят на шампуне. Пора бы по-хорошему уже ввести налог на чужд депутата. А еще лучше за то, что именно из-за них и из-за их политики люди не могут рожать. В первую очередь. Дальше. Армянский скандал космического масштаба. Ряд стран требуют от Пашиняна вернуть с орбиты спутники Айасад-1 и Армсад-1, нарушающий работу спутников других государств, пишет спутник. В начале июля стало известно об отставке с поста замминистра высокотехнологичной промышленности Армении Авета Погасяна, ранее работавшего водителем такси в США. Именно он курировал космическую программу. Космическая программа Армении под руководством армянского таксиста, создающей помехи остальным спутникам. Тут что-то комментировать, только портить новости. А вы не видите, когда таксисты говорят, что это не основная их работа? Таксует так для души, а так у него своя космическая программа. Вот это карьерный рост от 3-я авеню до спутников на орбите. Прям супергерой, капитян Армении. Не зря говорят, что таксисты самые информированные люди в мире. Видимо, как-то подвозил Илона Маска, и тот ему на коленках рассказал, как спутники запускать. Интересно, и как же спутники мешают работе других спутников? Обгоняют, подрезают их, пьяные задом по встречке летают? Или там на орбиту мангал запустили? Угли разлетаются? Дым от мангалов мешает телескопам наблюдать за звездами? Выходит какой-то новый спутник на орбиту, а там армяне в космические нарды играют. Я твой шаттл-шаттл. Пишут, что спутники были запущены непрофессионально. А запустил-то их кто? О, США. Так при чем тут тогда Армения? Среди тысяч других спутников и тысяч тонн космического мусора из мертвых спутников им всем мешает только один армянский. Нам пишут, что у первоисточника много технических несостыковок, поэтому журналисты либо ошиблись, либо США стрелки переводят на армянских таксистов. Дальше. Медведев заявил, что зарплата курьера не может быть выше инженера, поэтому это надо исправлять. Это очевидный перекос на рынке, и такого быть не должно, заявил Медведев. Ну все, пердец курьером. Это почему же? Ну не инженерам же зарплату поднимать, в самом деле. То есть инженеры с колен не встанут? С карьеры, скорее курьеры присядут рядом. Димон, ты же сам сказал, хотите деньги, идите в бизнес. Курьер это и есть бизнес. Так чего же тебе еще надо, алкашня? Бутылка Финляндии сама себя к тебе не привезет. Как-то размыто он свои мысли формулирует. Конкретно что предлагает? Поднять зарплату инженерам или уменьшить курьерам? Ну, поскольку ни то, ни другое неосуществимо, скорее всего поднимут зарплаты депутатам за особый вклад в борьбе с несправедливой зарплатой. А так, конечно, размыто. Конечно, размыто. Ненормально это, когда инженер получает меньше курьера, а не когда курьер больше. Один нюанс, ну как все меняет. Но Димону, видимо, виднее. Зарплата Медведева на придуманной ему должности не должна быть больше, чем у инженера, у учителя или у врача. За последние 20 лет в стране было два президента, один из них Димон. Оба лидера одной партии. Тяжело стало искать виноватых. Понимаю, понимаю. Дальше. Милонов предложил запретить в России фильмы про счастливых, одиноких мужчин, у которых нет семьи. Он считает, что счастливыми нужно показывать только мужчин с большой семьей, а одиночки должны быть только негативными персонажами. Говорит, нужно запретить вот этот образ одиночки, который в 40 лет не имеет семьи. Вы знаете, назрел серьезный вопрос. Что это за ереси, когда это все закончится? Слишком счастлива и сыта на фоне бедного населения выглядит сама Госдума. Вот кого пора запретить. Наш президент, кстати, тоже одинок и очень счастлив. И тоже за 40. Вам не кажется, что Коветиди и Миронов потихоньку начали качать лодку? Если бы я не знал об их слабоумии, то мог бы подумать, что эти два перца готовят госпереворот. А счастливый мужик – это, конечно, тот, который ипотеку выплачивает. Мы запрещаем вам жить без ипотеки кредитов. Вы должны страдать все! Лучше всего с пропагандой одиночества занимается само государство, придумывая тупые законы. Подняли цены на все до космических масштабов. Это и является причиной отсутствия желания создавать семью в том числе. Снимите и фильм про депутата, получающего 40-50 тысяч, который платит ипотеку и кредиты, и имеет много детей и счастлив. Посмотрим. Депутат Милонов, да, не удивляйтесь, опять он, предложил запретить показ турецких сериалов в России. По его мнению, герои сериалов создают ложные образы мужчин. Поэтому такие сериалы не стоит показывать зрителям. Депутат отметил, что турецкие проекты – это неправдивые сказки, создающие в головах россиянок нереалистичные образы иностранцев. Да и актеры плохо играют, добавил Милонов. Похоже, жена ждет от него султанских турецких страстей. Но максимум, что у него похоже получается, это быть чуть лучше Евнуха в гареме великолепного века. Видимо, жена говорит ему, да, не Сулейман ты, Виталик, не Сулейман. Милонов, разбирайся со своей женой один на один, не привлекая весь российский народ. Не мсти запретами сериалов за счет россиян. Кстати, Милонов куда больше создает ложный образ депутата, якобы приносящий пользу обществу. Может его запретить за дискредитацию власти. Из-за него в том числе создается негативное представление о Государственной Думе. В натуре на кого ни глянь из власти мущих, вот уж где неправдоподобность и ложные образы. Разве что с уровнем актерского мастерства. Мастерства все зашибись. Набрехают пенсионерам с три короба, а те и верят им. Ну прям как в турецких сериалах. Это ненормально, знаете, что вот такие люди сидят в Госдуме и влияют на жизнь общества. А народ даже не имеет возможности их оттуда отозвать и выгнать чертям собачьим. И это ненормально, что народ уже привык к их выходкам и рукой машет, типа, да это уже норма. Да ни хрена это не норма. Вот так и живем. В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду. Такое заявление сделал Росстат. Но есть нюанс. Боже, что вы с ними сделали? Новый звучит как некролог. Не уберегли. А бабушки возле пятерочки просрочку ждут, наверное, просто по приколу. Опять методику подсчетов изменили? Да. Просрочку, видимо, опять назвали едой. Контейнеры возле пятерочки – это теперь государствообразующие предприятия. Если Росстат считает, что его лапша на ушах россиян – это еда, то, в принципе, все верно. Учитывая постоянный конский рост цен на продукты, это заявление выглядит как адский балабализм. Росстат в продуктовом магазине. Вы можете прямо сейчас себе купить батон хлеба? Да. Так и запишем. Все могут купить себе еду. Вы на этой неделе что-нибудь ели? Да. Так и запишем. Аппетит хороший. Задавать вопросы нужно конкретно. Хватает ли на самое необходимое? Люди с низким доходом зачастую расставляют приоритеты в тратах. И на вопрос, хватает ли на еду, многие ответят, что хватает. А сами потом за ЖКХ заплатить не могут. И понятно, что ничем хорошим это для них не закончится. Я уже молчу про необходимые лекарства. В общем, на этом все. Кто хочет помочь мне и проекту Мауншоу, вот наши реквизиты, если что. Надеюсь на вас, дорогие мои друзья. Если выпуск вам понравился, не забывайте подписываться на наш канал, на нашу страницу в Телеграм, Дзен, ВКонтакте. Есть информация о готовящейся выпусках, ссылки в описании. Ну и, конечно, ставьте лайки, дорогие мои. Берегите себя. Музыка. 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 Музыка.